Нерегулируемый пешеходный переход, обозначенный специальным знаком и разметкой, согласно правилам дорожного движения. Как только пешеход вступил на проезжую часть, водитель должен немедленно снизить скорость и остановиться, чтобы пропустить его. Однако на практике подобного преимущества порой приходится ждать очень долго. Пешеходный участник движения Мы даже не успели, даже притормозить. У нас в правилах дорожного движения написано, что надо снизить движение, снизить скорость, либо остановиться, чтобы пропустить пешехода, чтобы не было неспомехи. Вы даже не притормозили ничего, как вы ехали, так вы ехали на скорость. Просто успевать. То есть нарушение теперь согласится. Ну, конечно, да. Вины своей мужчина отрицать не стал. Просто растерялся, из другого города по работе приехал, оправдывался автомобилист. Однако на сотрудников ГИБДД уговоры простить не подействовали. Если водитель не пропускает пешеходов на пешеходных переходах, когда пешеходы имеют преимущество в движении, то на водителя может составляться административный штраф, накладываться административный штраф в размере от 800 рублей до 1000 рублей. Мы пристально сейчас уделяем внимание на то, чтобы водители уступали дорогу пешеходам. Но забывают о безопасности движения не только те, кто за рулем. Для тех, кто на своих двоих, тоже правила дорожного движения существуют. Вот только соблюдают ли их тулики? Всегда. Потому что там опасно. Конечно, большинство всегда. Но бывает. Когда где-нибудь попаду, ой, надо на тыщу, но смотрю, что в машине умирать не хочется. Иногда нарушаю. А нарушаете почему? Ну, если нет транспорта, то только по этой причине. Бывает такое, что нарушаете? Очень редко бывает. Как показывает статистика, половина дорожно-транспортных происшествий происходит по вине пешеходов. Поэтому не стоит забывать, что стремясь сэкономить время и перебежать дорогу в неположенном месте, можно потерять не только деньги за выплату административного штрафа, но и самое дорогое – жизнь. Екатерина Саливанова, Роман Цюкин, ТВ-центр Тула.